Почему я должна через свой участок пропустить его, когда я плачу ипотеку, доплачу налоги? Конфликту между соседями, как оказалось, уже больше двух лет. Один из них установил этот столб. Всё бы ничего, но это единственный проезд сразу к нескольким домам, говорят они. Представляете, что такое два года на улице нет ни ассимизаторских машин, ни скорая помощь. У нас за это время на этой улице родились два младенца. Им не могла скорая помощь подъехать. По этой дороге из-за установленного столба с трудом проезжают даже легковые автомобили. Что же там говорить о многотониках? Прямо сейчас вы можете убедиться на нашем примере, насколько трудно приходится местным автолюбителям, которые очень и очень жалуются, кстати, и на то, что этот столб оставляет шрамы на их автомобилях. Ночью, когда заезжал после работы, и получилось так, что задел... Этот столб довёл когда-то дружных соседей до Фемиды. В феврале вышло постановление советского суда демонтировать преграду. Обязанность демонтировать бетонный столб, расположенный в земельном участке, кадастровый номер 329. С 7 февраля было принято апелляционное определение. Решение принято в законную силу. Столб до сих пор стоит. А почему нас не пригласили? Так неожиданно явился сам хозяин столба. Рафаэль Тугушев рассказал, приобрёл эту землю у муниципалитета и даже посвятил свои строительные планы. Это не столб, это забор. Будущий забор. Да, да, да. Я хотел поставить забор. Рафаэль не скрывает, хочет сделать проход прямиком до своего участка. Раньше эта территория была смежная, то есть общая. Так решили ранее сами жильцы, договорившись между собой. И отдавать часть проезда Тугушева в их планы не входило. Понимаете, у каждого здесь многие колбаски нарезаны. Вот это моя колбаска. Чтобы узнать, чья это в итоге колбаска и может ли по закону её съесть Тугушев, мы отправили запрос в Росреестр Республики, ответа на момент выхода материала не поступило. Как будет исполнять Рафаэль Тугушев решение суда, сейчас держит на контроле приставы. Гражданину будет вручено требование об исполнении решения суда. В случае уклонения от исполнения законных требований предусмотрено взыскание исполнительского сбора, а также привлечение к административной ответственности. Как мы узнали от самого Тугушева, демонтировать бетонную преграду он не собирается. Мужчина добился ещё одного слушания, которое пройдёт уже в Самарском кассационном суде. Сейчас в суде находится постановление о возбуждении дела по вновь открытию обстоятельствам. Так эта запутанная история ещё затянется. Слушание в Самаре, назначенное на середину июля. Поедут ли туда лично жители Больших Клыков, они ещё не решили. Мы думаем над этим. Вы ещё думаете? Да, потому что туда можно сделать по видеоконференц-связи. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ «Казань». Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.